Друзья, и снова здравствуйте! С вами Маша, и вы на канале Вкусно, Просто и Доступно. Мне очень приятно, что вы заглянули ко мне на кухню. И сегодня я расскажу и покажу вам, как за 20 минут порадовать своих родных и близких вот такой вот горой вкусняшек чаю или кофе, или просто так. Берем кефир. В моем случае это домашнее кислое молоко. Сюда добавляем сахар. Сахар, конечно же, можно добавить по вкусу, но это пропорция, самый такой оптимальный вариант. Также добавляем сюда ванилин и немножечко перемешиваем. Дальше у нас идет яйцо. Опять-таки все вместе соединяем. Добавляем растительное масло. Друзья, точное количество всех ингредиентов вы найдете, как всегда, в описании под этим видео. Соду. Добавляем муку. Муку я вожу постепенно. Нам нужно замесить упругое тесто, но в то же время оно липнет к рукам. Самое главное, чтобы тесто не забить. Хорошенько все вымешиваем примерно 2-3 минуты. Чем лучше вымешиваем тесто, тем будет вкуснее. Присыпаем поверхность мукой. Так как тесто липковатое, мукой нужно хорошо присыпать рабочую поверхность. Раскатываем тесто и формируем пончики. Или вообще можно нарезать кубиками, квадратиками, просто стопочкой, как вам нравится. Но я хочу сегодня сделать вот такие вот в форме пончиков. Вот эти вот внутренние кружальца я также буду жарить. Детям очень нравятся такие мини-пончики. Жарим на хорошо раскаленном растительном масле на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Тесто прожаривается довольно-таки быстро. Оно внутри не липкое, хорошо прожаривается. Но на большом огне не жарьте, чтобы они не подгорели. И вот в итоге первая порция готова. Друзья, готовится все реально очень быстро. И самое главное, что это тесто не впитывает в себя жир. Пончики обязательно вынимаем на бумажные полотенца. И все лишнее масло питает полотенце. Присыпаем сахарной пудрой или можно даже и не присыпать. Они и так уже хорошо доведены до вкуса. Также можно сбрызнуть шоколадом или сделать какую-либо глазурь. И все, друзья. Вот за 20 минут я справилась. Получилась вот такая вот гора нежных, очень вкусных пончиков. Это тесто я люблю за то, что оно долго не черствеет. Ну что ж, друзья. Вот такой вот простой, но очень вкусный рецептик. Если вам понравилось такое видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада. До новых встреч. Всем пока. И приятного вам аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok